Оставился семинар-совещание для Совета депутатов городского округа Люберцы. Депутаты Московской областной думы осветили основные вопросы по местному самоуправлению, дорожному комплексу, социальной политике, здравоохранению, строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Подробнее в нашем сюжете. За 9 лет Московской области построено 97 дорог и 74 моста. В 2022 году планируется завершение строительства 16 новых дорожных объектов, которые улучшат транспортную ситуацию в 9 городских округах. Завершится реконструкция Октябрьского проспекта в Люберце, где расширят дорогу до 4-6 полос, а время в пути сократится в 4 раза за счет бесветофорного движения. На 2022 год запланирована реконструкция 10 железнодорожных станций Московской области. В этот список входит платформа Коренева. Одним из самых важных вопросов остается безопасность на железнодорожных путях. В 2022-24 годах планируется построить 14 надземных переходов, 7 за счет средств Московской области, в Химках, в Дедовске, Реутове, Раменском, в Люберцах на улице Красногорской, в Ленинском и в Серпухове. 7 за счет РЖД. 31 уровня в переходах. В Московской области увеличено пособие на детей от 1,5 до 3 лет. Также введена финансовая поддержка детей от 3 до 7 лет. Выросли ежегодные выплаты на воспитанников приемных семей. В 2021 году в Подмосковье вводится, мы вот буквально в четверг примем соответствующий закон, президентское пособие на детей от 8 до 16 лет. Получать будут семьи, которые имеют сложное финансовое положение, где доход ниже прожиточного минимума, и сумма выплаты будет от 7 тысяч рублей выше. Уделяется внимание и гражданам пожилого возраста. Восстановлены ежемесячные доплаты до 17 тысяч рублей одиноким пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума. В сегодняшний день изменения затронули 33 тысячи человек. Из бюджета области выделено 678 миллионов рублей на эти цели. В областной бюджет включили расходы на проведение в текущем году изготовления проектно-сметной документации на строительство поликлиники в поселке Октябрьский. Это первый главный шаг. Этот проект включен в программу партии «Единая Россия» до 2025 года. Это практически стопроцентная гарантия исполнения. В совещании приняло участие 8 депутатов Московской областной думы. Среди них 4 председателя ее комитетов. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.